Всем привет! Сегодня покажу новинки торговой марки Фиора, 10 гель-лаков, примеры на 6 клиентов и спойлер будущего обзора на светоотражайки. Ссылка на сайт в описании под видео. Обратите внимание на систему скидок. 43 номер лесная фея. Сочный зеленый ложится плотно в один слой. Консистенция средней вязкости. 46 номер изумрудное море. Разноразмерные голографические блестки в витражной, то есть прозрачной изумрудной основе. Этот гель-лак можно наносить как самостоятельное покрытие, так и делать дизайны. Например, превосходно смотрится в выкладных френчах небольшие блестки и необычный зеленый цвет. Клиентка сказала, что ее удивил результат. Сама бы она зеленый френч не выбрала, но, видев результат, изменила свое мнение. Смотрится и правда необычно и красиво. 47 нежная лаванда. Сиреневый перламутровый гель-лак ложится в один слой. 49. Старая звезда. Шутка. А то ведь не все понимают, когда я шучу. Конечно же, это смотреть в старость. Но я бы назвала этот гель-лак сердце океана, как в Титанике, или сердце моря, ну или звезда моря. Номер 50. Китайский магазин. Надеюсь, меня не накажут за такую рекламу. Но я думаю, что такая озвучка поднимает настроение и повышает покупательскую способность. Но шутки в сторону. Посмотрите, как легко можно смешать этот гель-лак в градиенте. Он полупрозрачный с нежными блестками. Кстати, в этом дизайне использовался следующий гель-лак под номером 52. Обмануть мне вас здесь уже не удастся. Ведь многие под прошлым обзором написали, как переводится маршмеллоу. Плотный, укрывистый, ложится в один слой. Кстати, все эти работы вы увидите в будущих видео. 53-й персиковый нектар. Все гель-лаки имеют липкий слой, просыхают без проблем и хорошо носятся до коррекции. Номер 54. Дежавю. Где-то я уже его видела. Голографические блестки в витражной персиковой основе. 54-й элегантный. Название говорит само за себя. Сдержанный, нежный, с легкой полупрозрачностью. Он дает ощущение глубины покрытия. Легко смешивается в градиенте за счет, опять же, полупрозрачности. Продолжение следует. Продолжение следует. Номер 59. Напишите в комментариях свое мнение, почему этот гель-лак называется душа Японии. Мы с клиенткой единогласно его выбрали, потому что он имеет благородный золотистый блеск, мелкие голографические блестки, прозрачная бежевая основа. Я люблю использовать гель-лаки с блестками, потому что они скрывают несовершенство формы. Под них тщательно делать выравнивание не обязательно. А теперь я хотела бы сделать пару заметок по поводу вот этого светоотражающего гель-лака из будущего обзора. Он имеет светоотражающие частички светофуксии. Но этого эффекта свечения мы добиваемся путем направления светофонарика или вспышки. Плюс во время монтажа увеличиваем контрастность, резкость. В общем, сейчас я на всякий случай показываю, как этот гель-лак выглядит в жизни. Он не такой яркий при свете вспышки, скорее даже где-то приглушенный на прозрачной основе. Я потому что знаю, что многие уже пошли его покупать, поэтому решила вам показать, какой у него цвет без вспышки. Итак, ссылка на магазин находится в описании под видео. На сайте действует система скидок. Все дизайны будут у меня в будущих видео. И впереди еще один обзор на светоотражайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. А я вам желаю приятных покупок, хорошего настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok